Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, коралловцы! А сейчас я передаю слово Дамиру Халилову и рад вас всех видеть на этом вебинаре. Удачи! Продолжение следует... Оцените слышимость, насколько меня слышно и видно. Отлично! Хорошо! Ну что же, собственно, я предлагаю обойтись без каких-то долгих вступлений, подводок и тому подобное. И сразу, что называется, начать подел. Вот, мы рассматривали уже особенности работы с ВКонтакте, то есть с точки зрения, что там есть за аудитория, что эта аудитория любит, чем интересуется и тому подобное. И сегодня мы рассмотрим уже пошаговый алгоритм, что делать во ВКонтакте и на Facebook. Сразу скажу, что рассматривать мы будем параллельно, то есть цикл работы, он в принципе довольно-таки похож, поэтому ключевые шаги мы будем рассматривать поочередно для ВКонтакте и для Facebook. Вот, ну и соответственно, опять-таки, если у вас будут вопросы, у нас будут специальные паузы по блокам, то есть опять-таки по блокам будет разбито занятие. И между этими блоками будут небольшие паузы для вопросов. Я на них с удовольствием буду отвечать. Вот, ну что же, итак, собственно, и ВКонтакте, и Facebook, то есть ключевой формат взаимодействия ВКонтакте и на Facebook, это создание и продвижение собственных площадок. Значит, сразу хочу сказать, что я не рекомендую, и несколько раз об этом буду сегодня говорить, что я крайне не рекомендую формат такого близкого, на самом деле, к спаму, это рассылки сообщений людям, которые вас не знают. То есть писать, опять-таки, людям в холодную не очень хорошо. Мы говорили, когда говорили о контенте, что, ну, одна из задач контента, это подогреть аудиторию, подготовить ее, заинтересовать ее вами, заинтересовать ее продуктом, вашей персоной, вашей деятельностью, вашим образом жизни и так далее. И когда человек уже заинтересован, ваша коммуникация, она будет, во-первых, уместной, то есть это не будет спамом, это не будет вторжением незнакомого человека в личную, ну, в какую-то, в личную... плоскость. Значит, Наталья написала, все пошло, спасибо, я подумал, что все пошло, но нет. Значит, соответственно, второе, это то, что, ну, в этом случае, в этом случае вас за это не забанят, ВКонтакте не удалит вашу страницу и так далее. А в противном случае, то есть если много писать незнакомым людям, это может произойти. Вот, значит, мы рассмотрим сегодня, как создать площадку, как ее оформить и как ее продвигать. То есть как привлечь аудиторию для работы. Сразу скажу, если, может быть, кто-то, кто-то не был на предыдущем занятии, на предыдущем занятии мы рассматривали контент, поэтому вопрос, о чем писать в сообществах, мы сегодня рассматривать не будем. Он был подробно рассмотрен на предыдущем занятии, то есть если у вас этот вопрос возникнет, пожалуйста, посмотрите запись предыдущего занятия, тем более она уже доступна. Итак, ключевая механика продвижения персонального бренда и коммуникации с аудиторией, потенциальными клиентами, потенциальными дистрибьюторами, существующими клиентами, существующими дистрибьюторами, значит это, то есть ключевая механика, это создание собственной площадки и во ВКонтакте и на Фейсбук. И вот сейчас мы рассмотрим ключевые шаги, что нужно сделать, чтобы правильно использовать свои площадки в социальных сетях. Первый шаг, который необходимо предпринять, если мы говорим о создании своей площадки, это выбор формата. Ну, начнем с ВКонтакте. ВКонтакте и Фейсбук это несколько различается, мы будем параллельно, то есть сколько-то шагов ВКонтакте, потом эти же шаги для Фейсбук. Значит, запись можно найти в сообществах Corel Club. Итак, первый шаг, который необходимо принять, выбор формата. Во ВКонтакте есть несколько основных форматов, то есть если быть более точным, это формат страницы, персональной страницы, это формат группы и это формат личного профиля. Вот, надо сказать, что на сегодняшний день эти форматы, они отличаются друг от друга, ну, довольно-таки, то есть первые два формата, формат страницы и формат группы, отличаются друг от друга довольно-таки, так, точечно, то есть довольно косметически. В целом механика работы, она здесь похожа. Ну, не буду сейчас, там есть ряд отличий, то есть, например, в группе есть там раздел новостей, так называемый вики-меню, на странице его в таком виде нет. Группу можно сделать открытой и закрытой, но для нас сейчас очень важный момент, что в группу вы можете приглашать своих друзей. И это будет одним из, одной из механик продвижения, о которой я сегодня тоже расскажу, приглашение в группу друзей, то есть набор их друзей, приглашение их в группу. Вот, поэтому в формате, то есть выбора между группой и страницей, когда вы решили создать какую-то активность во Вконтакте, заходите, там, создать сообщество, выбирайте группу, то есть для MLM-индустрии, собственно, этот подход, он наиболее эффективен и лучше всего себя показывает. Вот, второй момент. Значит, одной группой вы, что называется, не обойдетесь. Так, секунду. Значит, я рекомендую создать такую связку, то есть во Вконтакте это оптимальный формат, группа плюс личный профиль. Собственно, у личного профиля есть свои преимущества, он никак, вот важный момент, это тоже частая ошибка, часто считается, что, ну, для, там, бизнес-продвижения вам достаточно только личного профиля. Нет, личный профиль, у него есть ряд ограничений, это и количество, там, друзей, это и возможности для продвижения, то есть вы не можете полноценно, например, рекламировать свой личный профиль, только сообщество. Ну, в частности, в данном случае мы говорим, мы говорим о группе. Вот, значит, соответственно, оптимально создать связку группа и профиль. Профиль хорошо подходит для межличностного общения. У человека возник вопрос конкретно к вам, человек написал вам сообщение, вы на него ответили. То есть это, ну, нормальный формат для работы со своей сетью дистрибьюторов, клиентов и так далее. Для такого более массового формата, во-первых, для холодного продвижения, привлечения людей, которые вас еще не знают, лучше подходит группа. То есть люди вступают в группу и получают после этого вашу информацию, то, что вы считаете нужным и подать. Во-вторых, ну, во-вторых, группа, она позволяет, ну, то есть, чтобы все видели все. Люди задают вопросы, люди получают на них ответы, все это видят другие пользователи. Ну, и в итоге, в итоге это тоже очень немаловажный формат. Поэтому первый шаг, создайте два, две активности в соцсетях. Ну, да, в случае во ВКонтакте. Первое, это создайте группу, второе, создайте личную страницу. Если она у вас, вот, частый вопрос у меня уже есть, но я, там, ну, после того, как, наверное, вы послушаете сегодняшнее занятие, вы скажете, что я ее использовал неправильно, стоит ли мне ее удалять, создавать новую? Нет, нет. То есть, по счастью, все поправимо. То есть, просто начните ее вести в соответствии с теми правилами, о которых мы будем говорить, говорили на прошлом занятии. Значит, наполняйте ее регулярно, интересным контентом, оформите ее правильно. И, ну, собственно, этого будет достаточно для того, чтобы, ну, группу, ваше сообщество реанимировать. Ну, или персональную страницу, персональный профиль. Вот, итак, первый шаг, создайте группу и личный профиль. Второй шаг, который необходимо предпринять, значит, это позиционирование, позиционирование вашего сообщества. Сейчас мы все будем говорить о группе, о профиле, ну, потом, чуть позже отдельно. Сейчас основные моменты разбираем мы по группе. Вот, итак, следующий шаг, это позиционирование вашей группы. Что это значит? Что будет в основе? Что будет лежать в основе? Значит, чему она будет посвящена? Какая информация будет публиковаться? Здесь есть несколько основных способов позиционирования. В частности, первый это страница конкретного, страница конкретной персоны или конкретного проекта. Ну, то есть, вот здесь это страница, там, персоны, имидж-тренера, там, Татьяна. Здесь страница образовательного проекта, маркетинг для бизнеса, лифт-маркетинг, медиа. Вот, то есть, в основе стоит бренд, то, чем вы занимаетесь, ваша ниша и, собственно, ваш непосредственно бренд. Вот, ну, в принципе, хороший подход. Используется он довольно-таки, на самом деле, довольно-таки часто. Второй подход. Страница мероприятия. Значит, ну, то есть, имеет смысл использовать этот подход в том случае, если вы продвигаете конкретное мероприятие. Например, серию вебинаров, серию семинаров, конкретные рекрутинговые, какое-то рекрутинговое мероприятие. То есть, вы проводите конкретную встречу. В этом случае имеет смысл создавать страницу мероприятия, но это не взаимозаменяющие форматы. То есть, у страницы мероприятия свои задачи, у страницы проекта или персонального бренда свои. Вот, поэтому их можно дублировать. И третий формат. Так называемая страница по интересам. То есть, когда это такой опосредованный формат, довольно-таки неплохо, кстати, работающий, вы создаете такой клуб по интересам. То есть, ну, условно, значит, условно, например, для своей деятельности, посвященной здоровому питанию, вы создаете там клуб любителей здорового образа жизни. Значит, для, ну, или там создаете, опять-таки, ну, то пример, который вы видите сейчас на слайде, 0% жирности. То есть, ну, как-то создаете клуб по интересам. Что это могут быть за клубы? Это могут быть клубы, ну, то есть, важно, чтобы в основе был некий признак аудитории, ну, то есть, общий для этой аудитории признак. Это могут быть, там, условно, клубы любителей и ценителей. То есть, какие-то интересы и предпочтения этой аудитории поставлены в основу этого сообщества. Второй вариант, это могут быть, там, профессиональные сегменты. Клуб предпринимателей, клуб людей, которые работают на себя, клуб маркетологов, ну, и так далее. Если у вас есть интерес в профессиональном формате. Вот, это могут быть по, ну, по неким признакам. Клуб молодых мам, клуб, значит, там, соответственно, жителей, там, конкретного города и тому подобное. Вот, здесь мы задействуем такую двушаговую модель контакта с аудиторией. То есть, в первый шаг мы объединяем аудиторию вокруг того, что им близко, что им интересно. А во второй шаг мы, ну, там уже анонсируем, опять-таки, наши мероприятия, анонсируем какие-то, возможно, продукты. Предлагаем людям, которые состоят в сообществе, некий, ну, участие в неком рекрутинге и так далее. Вот, какой же из этих трех форматов выбрать? Ну, с мероприятием, в принципе, понятно, значит, мероприятие имеет смысл создавать в том случае, ну, когда у вас есть это мероприятие. В остальных случаях, ну, я рекомендую все-таки начать с первого формата. Это формат, так называемый, то есть, ну, оформляется он следующим образом. Это, сейчас включу, значит, дескриптор плюс бренд. То есть, скажем, лайфкоуч, ваше имя, фамилия. Значит, эксперт по здоровому образу жизни, имя, фамилия. Ну, или, либо, если, либо, если вы там позиционируетесь не по имени, фамилии, ну, что-то иное. Вот, в этом случае, да, и очень важный момент, он неочевидный, он может казаться не важным, но он очень важный. Обязательно именно это последовательно. То есть, в начале дескриптор, чем вы занимаетесь, дальше, дальше уже имя, фамилия. Почему? Потому что, если поменять местами, человек увидит, что это группа, ну, какого-то, какой-то персоны. И надо сказать, что далеко не все люди очень рационально просматривают сообщество. Большинство людей пробегается быстро по диагонали. В результате, в результате, ну, эффект будет низким. То есть, человек увидит, что, то есть, сообщество, что это группа человека, которого он не знает, и может не читать дальше. Вот, если же он сразу, сразу его привлечет внимание, там, здоровый образ жизни и так далее, в этом случае, с большей вероятностью, он на эту страницу подпишется. Откуда брать людей для того, чтобы они подписывались, об этом чуть позже. То есть, это, ну, последующие уже шаги продвижения вашего сообщества. Вот, значит, еще один, кстати, формат, когда в основу вы ставите не... То есть, в основу, опять-таки, вот на первое место вы ставите не то, что... Ну, не свое позиционирование, а некую задачу или боль, которую вы закрываете. Скажем, значит, живи полной жизнью, ну, и, соответственно, там, дальше ваше имя, фамилия. Ну, там, дыши полной груди, ну, и тому подобное. То есть, некие задачи, некие задачи, расти материально, ну, и так далее. То есть, некие задачи, которые ваша аудитория будет решать, ну, с вашей помощью. Опять-таки, здесь нужно определиться. Есть даже подход, когда вы создаете два сообщества. То есть, первое для клиентов, там, второе, скажем, для своих дистрибьюторов. Но правильный подход все-таки смешанный. Выбрать некую задачу, которая будет актуальной для первых и для вторых. Обычно все-таки акцент делается в этом случае на клиентах. То есть, то, что, ну, там, живи полной жизнью, будь, значит, будь в тонусе, ну, и тому подобное. Значит, а дальше уже там на последующих уровнях внедряется и формат для дистрибьюторов. То есть, вы уже стимулируете и дистрибьюторов, то есть, участвовать. Вот. Дальше. Следующий, третий шаг, который необходимо предпринять, это брендирование вашего сообщества. То есть, определение, как оно будет оформлено, в каких элементах, ну, то есть, какая информация будет содержаться. Очень часто этим элементам пренебрегают. То есть, очень часто я слышу о том, что кто-то говорит о том, что, ну, вот, я создал группу, вроде там что-то полезное публикую, какие-то ссылки кидаю, какие-то картинки кидаю. Ну, и этого достаточно. На самом деле нет. Совсем-совсем нет. На самом деле есть четкий, ну, то есть, есть четкий алгоритм восприятия интерфейса. То есть, человек традиционно обращает внимание на одни элементы и не обращает внимания на другие. Именно из вот этих элементов, то есть, есть ключевые элементы, которые и стимулируют человека принять решение вступить, принять решение коммуницировать с вами, воспользоваться продуктом, значит, ну, как-то иначе взаимодействовать, вступить в вашу, там, MLM-структуру и так далее. То есть, выполнить ключевые задачи, ну, для вас. Вот, в свое время, чтобы понять, на что человек все-таки обращает внимание, а на что человек не обращает внимание, мы провели следующее исследование. Мы взяли фокус-группу, это была офлайн-фокус-группа, люди с разным опытом использования социальных сетей, с разным социальным статусом и так далее. Значит, мы собрали их и подготовили под них порядка 20 очень по-разному оформленных сообществ. Где-то было много графики, где-то было много текста, где-то был большой логотип, где-то он был маленький, ну, и тому подобное. Много-много разных нюансов. Вот, дальше мы показали каждому из участников наших фокус-групп, нашей фокус-группы, показали каждое из этих сообществ на две минуты. То есть, в течение двух минут человек изучал, и после этого мы отслеживали, из каких элементов человек, ну, собственно, получил максимум информации. Вот, отслеживали мы это двумя способами. Первое, задавали ряд вопросов, а какого цвета была машина в новостях, там, размещенная в новостях, а как называлась компания, а что было в логотипе, ну, и тому подобное. То есть, понимали, на что человек обратил внимание, и что он запомнил, а на что вообще никто не обращал внимания. С другой стороны, мы, то есть, использовали специальное устройство, есть такое устройство, eye-tracking, оно, то есть, оно, его основной, основа, как бы, использования, это то, что оно следит за зрачками глаз, куда человек посмотрел в начале, куда потом, а на что, например, вообще никто никогда не смотрел. Вот, и в соответствии с этим, сколько человек было в фокус-группах, в фокус-группах, если не ошибаюсь, там, что-то порядка, порядка 15 или 20. Вот, нет, водичку не хочу, спасибо за рекомендацию. Вот, и, то есть, мы на основании этого, опять-таки, поняли, на что человек обращает внимание. Вот, есть, в итоге, есть порядка, то есть, ну, на сегодняшний день 8 основных элементов брендирования страницы. То есть, опять-таки, элемент, элементов, на которые человек и обращает внимание. И в зависимости от того, как эти элементы вы оформите, от этого и будет зависеть, ну, собственно, воспримут люди ваш посыл или нет, вступят они в сообщество или нет. Нет, получат нужную информацию о продукте или нет, вступят в MLM-структуру или нет. Вот, давайте рассмотрим эти основные элементы, и по ряду из них, по наиболее ключевым, приоритетным из этих элементов, я дам рекомендации по брендированию. Вот, давайте их рассмотрим. Вначале я их просто перечислю, после этого ряд рекомендаций. Первый элемент – это название сообщества. Ну, то, о чем мы с вами говорили. Тут совсем недавно формат, то, чем вы занимаетесь, плюс фамилиями. Второй элемент – логотип, или, как его еще называют, аватар сообщества. Третий элемент – прикрепленный пост. Ну, в некоторых сообществах, в некоторых сообществах он используется, то есть, вместо него используется так называемое описание, но я рекомендую все-таки перекрепленный пост. Что это такое структурно? То есть, один пост из микроблога, из ленты новостей, вы можете прикрепить наверху. Ну, там есть, в самих постах есть специальная кнопка «Закрепить». Вот, то есть, это первое, что человек видит, когда переходит на страницу. Третий, то есть, это третий элемент. Значит, четвертый элемент, следующий слайд – это фотоальбомы. То есть, здесь такая агрегация фотографий, которые у вас есть. Пятый элемент – микроблог. То, что раньше называли стеной. Значит, основная лента новостей. Я на прошлом занятии подробно о ней говорил, как часто обновлять, в какое время, какой контент нужен. То есть, это элемент, откуда человек, в принципе, получает больше всего информации. То есть, после того, как человек подписался, именно то, что вы публикуете в микроблоге, люди получают себе в ленту новостей. То есть, основной способ – коммуницировать. Шестой элемент – это видеозаписи. Седьмой элемент – так называемое обсуждение. То есть, такой аналог форума внутри сообщества во ВКонтакте. Вот, и восьмой элемент – на этих конкретных слайдах их нет. И, как бы, для MLM-структуры не самый актуальный элемент. Восьмой элемент – это товары. То есть, где размещены уже конкретные товары. Но, там, сейчас мы их, то есть, этот формат рассматривать не будем. Вот, значит, чтобы уложилось в голове, ну и позже презентацию, вы можете посмотреть подробнее. Здесь инфографика с ключевыми размерами. То есть, какой размер, какого размера должен быть логотип. Он может быть, там, квадратным, может быть, длинным. Посты, вернее, наоборот, в постах изображения и так далее. Вот, понятно, что можно, там, любой и ВКонтакте будет его адаптировать. Но, то есть, оптимальный размер будет вот таким. То есть, если вы загрузите, то получите, сможете, скажем так, максимум пространства использовать. Вот, ну, давайте поговорим теперь о конкретных элементах брендирования. То есть, как правильно оформить страницу, ну, в данном случае, группу во ВКонтакте. Вот, первый элемент, как я уже говорил, название. Значит, название во ВКонтакте, то есть, здесь есть ограничение в 48 символов. Значит, название должно, ну, вот я ключевой шаблон уже дал. Оптимально, как работает, то есть, задача, которую вы закрываете и ваш бренд. Либо ниша, в которой вы работаете, ваш бренд. Вот, есть, есть ряд, здесь есть ряд, ну, еще особенностей. Одна из них, это то, что желательно, желательно в названии использовать хотя бы один ключевой запрос. Важный момент, что вот именно название хорошо индексируется поисковиками, причем как внутренним ВКонтакте, так и внешним. Яндекс и Гугл. И оттуда можно получать определенную, определенную аудиторию. То есть, когда люди вводят запрос, например, там, здоровый образ жизни ВКонтакте, могут получать в результатах вашу группу, и это будет, ну, давать определенный прирост аудитории. У нас есть сообщества, в которых до, там, полутора тысяч в день, ну, то есть, переходов, то есть, посещаемость, там, до полутора тысяч в день обеспечивается только удачными позициями в поиске. Так вот, к чему я это говорю, что в названии желательно использовать один-два ключевых для вас запроса. Что это может быть? Там, здоровый образ жизни, это может быть, там, здоровое питание, высокий тонус и так далее. То есть, что-то, что люди теоретически могут набрать в поисковиках, и, то есть, это может дать определенный эффект. Вот, значит, много этих, естественно, запросов не используешь, потому что, ну, по понятной причине, потому что есть ограничение в 100, вернее, в 48 символов. Сейчас я напишу в чате, секунду, напишу в чате, сервис, я думаю, многие из вас его знают, сервис Яндексовский, Wordstat. Это сервис, который показывает, как часто запрашивают тот или иной запрос. То есть, вы здесь можете проверить тот запрос, который хотите использовать в названии, ну, то есть, проверить, сколько раз его за месяц спрашивают. Вот, важно, чтобы его спрашивали не реже 100 раз в месяц и не чаще, ну, желательно не чаще, там, 10 тысяч, потому что, ну, иначе это будет очень популярный, слишком популярный запрос, там будет высокая, ну, высокая конкуренция. Вот, так, значит, нет, не совсем теги, то есть, этот запрос желательно использовать в контексте названия, то есть, условно, там, эксперт по ЗОЖ, фамилия, имя, там, высокий тонус от, там, фамилия, имя, ну, или, там, название вашего бренда иное. Вот, значит, важный момент, что при этом, конечно же, на первом месте должны быть не поисковики, а люди. То есть, людям должно быть ваше название понятно, интересно, приятно. Писать, ну, в названии это не поисковики, но вообще нигде писать, там, в формате сотовый телефон, Москва, дешево купить, мобильный, ну, и тому подобное не нужно. То есть, не нужно делать, так называемые SEO-тексты, а текст должен быть понятен. А, значит, если у вас не получается, ну, вот, нет такого запроса, который можно органично внедрить в название, но не нужно. Ну, то есть, не самое критичное. То есть, это будет давать прирост, там, но не сверх большой. Можно, кстати, в разных числительных, разных падежах, можно, можно даже не подряд, то есть, здоровый образ вашей жизни. Например, то же самое будет для поисковика, что здоровый образ жизни. Вот, ну, вот такой момент. Следующий элемент это логотип. Логотип, или, опять-таки, как его называют, аватар сообщества. Важный элемент это то, на что в первую очередь обращает внимание человек, когда заходит на вашу страницу. То есть, ну, одна из первых вещей. Первый графический элемент, который, собственно, вы, вовремя, подписчики, ваши посетители видят. Есть несколько способов их оформления. Давайте их рассмотрим. Первый, ну, вот здесь довольно-таки хороший, качественный формат. Это призыв, ну, то есть, название компании, ну, вот на слайде, который вы сейчас, вы сейчас видите. Название компании, призыв, ну, в данном случае, там, lift your skills. Ну, лучше, лучше, на самом деле, писать на русском. Больше аудитория, больше вот на автомате, как бы, это воспринимает. А, и призыв, там, вам вверх и указатель на кнопку добавить, вернее, вступить в группу. Вот, важный момент, кстати, если у вас есть стрелка и на ней, то есть, стрелка, указывающая вот в сторону, вступить в группу и на ней, ну, здесь вам вверх. Такой еще несколько неоднозначный призыв, если на ней написано, типа, вступайте, присоединяйтесь, будьте с нами, подписывайтесь и так далее, то это в среднем на 20-25% увеличивает процент конверсии из переходов подписчиков. То есть, больше людей из тех, кто просто ввал на вашу страницу, подпишутся, то есть, вступят в вашу группу. Напомню, для нас ключевое действие это вступление. Человек вступил, все, теперь, теперь мы его, что называется, подогреваем. При прочих, идеально, что у вас интересный контент, о чем мы говорили на прошлом занятии, он с нужной частотой публикуется, то есть, в этом случае вы аудиторию подогреваете и, ну, аудитория, аудитория, это, собственно, интересно. Вот, и дальше уже вам проще контактировать. Еще несколько вариантов логотипов, секунду. Ну, вот два примера. Первый, такое, нишевое сообщество, в основе, там, сообщество бухгалтеров. Дальше логотип, ну, кстати, не очень красивый элемент. Вообще, в целом, если вы хотите привлечь внимание аудитории к какому-то элементу сообщества, ну, собственно, можно разместить там фотографию пользователя. Разместите фотографию человека и портретное фото человека, ну, вот как в том случае, который мы рассматривали совсем недавно здесь. Опять-таки, портретное фото человека традиционно привлекает внимание. То есть, на этот элемент всегда смотрят больше. Важный момент, что если у вас, кстати, очень интересный момент, да, что если у вас фотография женщины, на нее обращают внимание больше. То есть, опять-таки, мы отслеживали передвижение взгляда по странице. И, то есть, на фотографии женщины обращают внимание больше людей. Причем, и женщин, и мужчин. Вот, нет, это, кстати, не вики-разметка, это обычный логотип. То есть, оно, это такое единое цельное изображение. Оно не кликабельно вот по отдельности. Сделать его можно, ну, через любой фоторедактор. То есть, на предыдущем слайде показаны размеры 200 на 200, если небольшой. Ну, и там удлиненные, если он удлиненный. Вот, но делать его можно в любом из фоторедакторов. В частности, вот в тех фоторедакторах, которые я давал на прошлом занятии. Как вы помните, там я давал подборку сервисов для работы с фотографией. Вот, дальше вот в этом логотипе очень интересно. Он очень важный, очень хорошо работающий с той точки зрения, что здесь дальше пошагово стимул для вступления. То есть, мы человеку четко даем понимание, зачем ему вступать в нашу группу. И во ВКонтакте и на Фейсбук есть три стимула для вступления. Первая информация. Человек хочет получать информацию по интересной ему теме. По здоровому образу жизни, по работе с тонусом, по заработку, по бизнес-успехам и так далее. Вот, то есть, первое это информация. Второе это общение. То есть, когда человек вступает, чтобы общаться либо с вами, как с экспертом в этой сфере, либо люди общаются друг с другом. Это тоже хорошо, когда под вашей эгидой, что называется, общаются люди. Это очень хорошо. Третье. Люди вступают для того, чтобы получить конкретный результат, конкретную выгоду. То есть, человек вступает, например, подписывается на вашу страницу и получает доступ к каким-то материалам, вашим мастер-классам. Человек вступает в группу и получает право на 10-минутную вашу личную консультацию. Ну, или, ну, здесь уже зависит от ваших объемов, но уже 60-минутную, возможно, не вашу, а ваших помощников. Ну, не важно. В общем, вы даете ему конкретную пользу, которая только для участников. Вот, и об этих вещах нужно описать. То есть, здесь как раз эти стимулы подряд и перечислены. Горячие новости каждому, консультации каждому, семинары каждый месяц, видеообзоры каждую неделю. Ну, желательно еще все-таки где-то указать, что для подписчиков, для участников группы, для подписчиков страницы. Вот, ну, второй пример, он, в принципе, похож. Опять-таки, название, изображение. Дальше, опять-таки, стимулы для вступления. Кейсы, статьи, тренды, майндмэпчик, листы, алгоритмы. И указатель, опять-таки, стрелка вниз, показывающая... Ну, вообще, стрелка вниз плохой, да, как бы, образ. Но, конкретно здесь она уместно показывает на... Ну, то есть, на кнопку вступить в группу. То есть, вы человеку напоминаете, что в группу можно еще и вступить. Оптимально, опять-таки, с напоминанием, типа, подпишись, вступай. Ну, лучше, кстати... Здесь тоже вопрос такой спорный. Я сторонник того, что лучше все-таки обращаться на вы к аудитории в социальных сетях на первом этапе. А дальше, то есть, в личном общении уже там можно переходить и на ты. Дальше. Значит, следующий элемент это прикрепленный пост. Ну, мы на прошлом занятии рассматривали много разных, разных-разных постов, значит, категории. Лучше всего прикреплять вводный пост. Пост представления, где вы рассказываете о себе, кто вы такой, ваши... Ну, если они у вас такие производящие впечатления, то ваши регалии, значит, чем вы занимаетесь, чем можете быть полезным. Это первый вариант. Второй кейс. То есть, сразу же вы вывешиваете, например, что человек... Разные варианты, там, вступил в вашу структуру, получил такой-то эффект, либо использовал какой-то продукт, получил такой-то эффект. То есть, в итоге вы, ну, то есть, даете аудитории, ну, некое такое приветственное понимание вашей деятельности. Вот. Такой прикрепленный пост лучше всего. Еще, кстати, третий есть формат. Там вы перечисляете стимулы, что там представляете сообщество, здороваетесь с аудиторией, дальше говорите, что подписывайтесь, вступаете в группу для того, чтобы там первое, второе, третье, как, ну, то есть, как с этим... Что эта группа даст конкретному пользователю. Вот. Значит, еще один важный момент. Прежде чем пойдем дальше, чем перейдем к Фейсбуку, ну, мы, опять-таки, я повторю, параллельно будем шаги рассматривать ВКонтакте и Фейсбук. Значит, прежде чем мы перейдем к Фейсбуку, еще один результат наших наблюдений, довольно-таки любопытный. То есть, пользователи в социальных сетях и в особенности, в первую очередь, во ВКонтакте, преимущественно визуалы. То есть, это люди, которые лучше всего воспринимают именно визуальный тип контента. То есть, мы проводили исследования, согласно которым, там, всего, по-моему, 20% людей воспринимали текст дальше, дальше, там, третий... Дочитывали, точнее, до третьего абзаца. Большинство людей текста воспринимают очень-очень мало. Желательно ограничиваться, скажем, постами, там, для ВКонтакте 150-200 символов. Вот, то есть, например, ни один человек, кому мы показывали вот это неструктурированное полотно текста, ни один из этих людей не смог вспомнить, ну, не то, что детали текста, а вообще о чем он. То есть, хотя бы ключевую тему. В то же время, абсолютно все 100% людей, кому показывали вот этот слайд, значит, ну, вернее, вот это сообщество, которое на слайде, все из них вспомнили цвет машины. Там, примерно, две трети вспомнили марку машины. И треть, примерно, да, даже вспомнила номер машины. То есть, если вы хотите подать важную информацию, подавайте ее как можно больше визуально. Визуальный контент люди воспринимают намного лучше. Вот, дальше, собственно, Facebook. Рассмотрим те же шаги для Facebook. Итак, первый шаг. Ну, опять-таки, я обойду сейчас без вводных. Если кто-то не был на первом занятии, обязательно его послушайте в записи. Там приведена информация о, ну, вообще, специфике, специфике Facebook как такового. Сейчас начнем уже рассматривать конкретно. Значит, первый шаг, который необходимо предпринять по Facebook, он такой же. Это брендирование, вернее, прошу прощения, это выбор формата. Так, слайды к этой презентации выложите. Да, выложим. Там же, как настроить входящий трафик людей, чуть-чуть позже. То есть, это и есть, соответственно, такое продвижение сообщества. Мы о нем сегодня подробно поговорим. С разных, рассмотрим разные инструменты продвижения. Вот, ну, пока продолжим. Значит, на Facebook есть два формата сообществ. Это страница и группа. Вот, здесь они, здесь они отличаются вообще на голову. То есть, они здесь очень сильно друг от друга отличаются, в отличие от ВКонтакте. Там мы говорили, что, ну, довольно-таки косметическая разница. Здесь, повторюсь, разница кардинальная. Значит, страница, что собой представляет страница, похоже, в принципе, на формат сообщества ВКонтакте. То есть, есть там верхний графический элемент, значит, так называемый кавер. Есть основной элемент, это микроблок. Опять-таки, то, что вы публикуете здесь, люди получают себе в ленту новостей. Вот, ну, то есть, механика примерно такая же, как мы рассматривали, когда говорили о ВКонтакте. Есть второй формат, значит, так, ну, это нижняя часть, опять-таки, страницы. Есть второй формат, формат группы. Вот это уже кардинально иной формат. То есть, здесь, ну, это такой очень особый, особый тип сообщества. Чем он отличается? У него есть ряд таких серьезных отличий от страницы. Первое, это то, что для того, чтобы человека добавить в группу, его согласие не требуется. Вот, то есть, вы можете добавить любого своего друга в группу, и ему не нужно даже нигде написать «я согласен». Вот, на первый взгляд, это, ну, как бы здорово. Можно, оказывается, просто там без каких-то рекламных усилий и так далее добавлять людей. С другой стороны, ну, то есть, так это на первый взгляд. С другой стороны, это, как правило, людей злит. Значит, то есть, по статистике, там, порядка 60-70% из всех, кого вы добавили, уходит сразу же без, ну, причем с таким, с негативом. То есть, вы поставили перед фактом. Он уже состоит в сообществе, получает уведомления. Второе, что любой участник группы может писать на странице, или на отвечу, может писать в этой группе, значит, и при этом. При этом, ну, собственно, все остальные участники не просто видят это в ленте, все остальные участники получают об этом уведомление, что тоже обычно злит людей, и люди, ну, массово из этих групп зачастую выходят. Вот, третье, группу нельзя рекламировать, то есть, вы не можете, там, например, в таргетированной рекламе упоминать группу, ну, и так далее. То есть, есть там еще ряд, ряд особенностей и так далее. Ну, например, в частности, вот как раз переключается с вопросом Ирины о том, что группа может быть открытой или закрытой. А вот страница всегда открытая. В результате, в результате, группа в принципе не подходит для контакта с холодной аудиторией. То есть, человек, который вас не знает, ему, ну, в группе неинтересно. Поэтому, ну, даже не то, что неинтересно, он будет нервничать, когда вы его будете туда добавлять, и опять-таки будет проникаться негативом к вам, ну, и ко всему, ко всему, что с этим связано. Вот, поэтому я рекомендую следующий формат. То есть, на Фейсбуке он несколько иной, чем во Вконтакте. Создать параллельно страницу и группу. Причем группа, Ирина отвечает как раз на ваш вопрос, группа должна быть закрытой. Итак, в итоге, что это дает? На страницу, ну, с помощью тех инструментов, о которых чуть дальше, чуть позже поговорим, вы привлекаете аудиторию людей, которые про вас там подробно, как минимум, не знают. То есть, вы привлекаете там холодную аудиторию, в группу вступают те пользователи, которые вас уже знают и, ну, с вами ведут какую-то работу. То есть, группа оптимальна для, закрытая группа оптимальна для взаимодействия со своими клиентами, со своими дистрибьюторами, ну, то есть, со своей структурой, значит, с участниками этой системы. Вот, в этом случае, то есть, когда люди вас знают, у вас есть некие общие вопросы, дела, задачи и так далее, общение в группе, оно эффективно. Поэтому есть такой подход, хорошо работает, то есть, человек подписывается на страницу, следит за вашей деятельностью, а в момент, когда вы, то есть, контактируете с ними, он заинтересовался вашей деятельностью, там, вашим продуктом и так далее, вы переводите его в группу. Уже в группе там публикуется такой более промо-контент, более, там, деловой контент, ну, то есть, уже конкретное, конкретное общение. Итак, еще раз на всякий случай повторю, что страниц, создайте страницу и группу, на страницу вы будете привлекать, вот, входящий, что называется, трафик, потом, тех, кто заинтересовался, наиболее, наиболее, вот, заинтересованную аудиторию, вы будете переводить оттуда уже в группу. Вот, значит, дальше, ну, группа, группа такой формат, похожий на форум, то есть, там не требуется даже какого-то особого наполнения, и в группе уже заинтересованные люди, поэтому, ну, то есть, там вы даете какие-то темы для обсуждения, обсуждаете уже конкретные мероприятия, обсуждаете механики продаж, обсуждаете способы, ну, точнее, механики не продаж, механики привлечения внимания аудитории, развития, там, профессионального бренда, рекрутинга, обсуждаете с клиентами конкретные продукты, как, как с ними, как с ними взаимодействовать, то есть, как их употреблять и так далее. Вот, значит, поэтому, ну, страница более сложный элемент, вообще более сложный элемент, поэтому подробнее мы сейчас поговорим именно об оформлении и ведении страницы, вот, куда вы, напомню, вы ведете такой холодный трафик. Вот, значит, первый, то есть, второй шаг, это позиционирование страницы. Здесь, в принципе, здесь конкретно в нише MLM можно взять то же самое позиционирование, что во ВКонтакте, то есть, здесь тоже оптимально будет по бренду. Для других ниш, там, каких-то, там, других сфер бизнеса, для интернет-торговли, финансов, там, другие есть форматы, но для задачи, о которых мы говорим в рамках данного курса, оптимально, оптимально именно, то есть, вполне можно взять то же позиционирование, что и во ВКонтакте. Можно даже тоже самое, взять то же самое название. Вот, третий шаг, это брендирование страницы, то есть, оформление ее в соответствии с принципами восприятия информации. Вот, здесь, здесь есть довольно-таки много своих нюансов, своих особенностей, и о них мы сейчас поговорим. Значит, первый элемент, это кавер, то есть, это обложка, которая, которую вы видите наверху. Значит, собственно, кавер решает ряд задач, на самом деле он решает две задачи. Первая, в целом, создает, ну, какой-то имидж и образ, визуальный образ. Помните, мы говорили, когда говорили о персональном бренде, мы говорили о том, что у него должна быть обязательно визуальная составляющая. То есть, очень хорошо, если люди будут знать вас в лицо. И человек приходит на вашу страницу и сразу видит вас в лицо. То есть, первое, это, ну, такая индивидуализация, создание общего образа, общего имиджа вашего, ну, и конкретно этой страницы. Второй, вторая задача, которую решает кавер, это такой, ну, такой, скажем, стимул для вступления. То есть, в кавере вы можете дать информацию о своей деятельности, о том, зачем человеку вступать. Ну, и то есть, какую ключевую задачу он с помощью, там, вашей страницы, подписки на вашу страницу, какую ключевую задачу он решит. Вот, ну, здесь вот мы видим пример, опять-таки, два лица лифт-маркетинг. Значит, здесь же есть, ну, некая задача, ну, лифт-результаты для вас и вашего бизнеса, значит, которую человек соотносит с собой. Если ему это близко, он, если для него эта задача актуальна, он подписывается. Другой пример, другой пример в виде инфографики. То есть, можно подобные каверы делать в виде инфографики. Значит, где вы, например, по пунктам показываете, ну, особенности своей деятельности, особенности вашей, там, системы, особенности продукта, ну, в целом, в целом, ниши и тому подобное. То есть, в таком инфографическом формате вы детализируете максимально ключевые преимущества, ну, и так далее. Вот, ну, делать их можно, делать каверы можно также через редакторы, либо, которые я давал, либо через любые другие. Значит, вот на этом слайде мы, то есть, вы можете посмотреть ключевые размеры. Ну, сейчас подробно останавливаться не буду, логичнее будет потом уже в презентации это посмотреть. Здесь ключевые размеры разных ключевых элементов. И вот на этом слайде еще больше основных элементов с размерами, там, в виде таблицы. Вот, важное требование к этому каверу, к обложке, это то, что не более 20%, то есть, по правилам Фейсбука, не более 20% может быть текстом. Все остальное должно быть изображением. Вот, значит, дальше. Дальше, но чаще всего, все-таки, для задачи персонального бренда здесь размещается фотография. Ваша фотография, ну, это правильно, то есть, когда где-то будет мелькать ваш профиль в комментариях, в каких-то постах, правильно, чтобы мелькала ваша фотография. То есть, человек, человек больше к вам привыкал, вы для него становились, становились более узнаваем. Дальше, значит, еще один, еще один важный элемент брендирования, который есть на Фейсбуке, его, кстати, нет во Вконтакте. Это так называемая кнопка Call to Action, призывы к действию. То есть, эта кнопка, ну, в данном случае, это кнопка забронировать, кнопка, нажимая на которую, пользователь переходит к какому-то активному действию. То есть, он может перейти либо на какое-то приложение, либо какую-то вложенную страницу на странице на Фейсбук, либо может перейти на внешний сайт. Давайте рассмотрим, что это могут быть за кнопки, что они позволяют сделать. Ну, забронировать в данном контексте, в контексте MLM, все-таки, не очень, ну, не очень актуально. Это больше, несколько направлений, либо больше для отелей, авиакомпаний и так далее, либо, ну, часто еще, например, забронировать место на концерте, ну, и тому подобное. Позвонить. То есть, пользователь кликает непосредственно, то есть, через, там, ну, разные приложения, либо через встроенное, чаще всего через встроенное приложение, значит, человек звонит на конкретный номер. Дальше свяжитесь с нами, этот человек начинает писать вам письмо, отправить сообщение, ну, опять-таки, связывается с вами. Ну, использовать приложение играть в магазин не актуально в рамках нашего курса. Регистрация, то есть, если у вас есть сайт, где есть регистрация, он может там регистрироваться. Дальше смотреть видео, если у вас есть интересное видео по вашей теме, опять-таки, оно может начать проигрываться, отправить электронное письмо, ну, опять-таки, переписка. И подробнее, то есть, пользователь кликает, переходит к посту, где уже более подробная информация. Вот, это способ перевести человека в конкретное, ну, уже в конкретное какое-то взаимодействие. Есть несколько ограничений, с помощью этого элемента, то есть, этот, точнее, этот элемент нельзя дублировать, то есть, вы не можете одновременно поставить, позвонить, отправить электронное письмо, регистрацию. И второй момент, их нельзя переименовать, то есть, ну, название такое, какое здесь уже приведено. Вот, ввести может как на внешний сайт, так, ну, и на другие, на другие элементы. Так, несколько, несколько вопросов, давайте я на них отвечу. Так, сообщество во ВКонтакте и группы в Фейсбуке лучше делать открытыми или закрытыми? Во ВКонтакте открытыми, в Фейсбуке, как я уже сказал, закрытыми. То есть, у закрытых групп есть большое преимущество, в них создается ощущение некой элитарности. То есть, человек, ну, становится, становится таким сопричастным. Так, в настройках... Как понять, кто заинтересовался контентом на странице Фейсбук, чтобы перевести в группу? Об этом чуть дальше. То есть, вы в какой-то, ну, то есть, мы будем говорить о том, что периодически вы переписываетесь с участниками сообщества. То есть, ну, ведете там определенный рекрутинг, об этом чуть позже. Вот, и те, кто из них, кто заинтересовался, вы переводите их на... Ну, то есть, переводите их уже в группу. Значит, можно ли по кнопке регистрации переводить на реферальную ссылку? Ну, технически, да. То есть, реферальную ссылку вы можете указывать. Можно, да, можно переводить. Делать подобные кнопки очень и очень просто. То есть, у вас есть... У вас в меню есть... То есть, на месте, где она расположена, там есть, как у администратора, как раз создать призыв к действию. Ссылка. И, кликая по ней, вы можете переходить дальше. Так. Переходить дальше. Ну, вот уже к диалоговому окну, где выбираете... Где все это выбираете. Скажите, как могут писать другие пользователи Facebook на личной странице? Есть ли в настройках стоит, что писать может только хозяин ленты? Или присылают на рассмотрение контента? Значит, на личной... Нет, на личной странице... Давайте определимся, о чем мы говорим. ВКонтакте или Facebook. Личные профили, личная страница. Вот. Если это... А, Facebook, да. Facebook вы написали. Ну, нет, здесь нет такой возможности. То есть, здесь пользователи, как правило, не пишут. Точнее, вы можете открыть, чтобы они писали непосредственно на странице. Писали... Публиковали посты на вашей странице. Значит, другой вопрос. Отмечали вашу страницу в своих постах. И посты, да, автоматически будут попадать на страницу. Ну, чаще всего, то есть, это не очень хороший формат, потому что есть несколько моментов, которые так вот против того, чтобы открывать доступ пользователям, писать на вашу страницу. Первое, это то, что человек замотивирован что-то сказать, когда он настроен негативно, когда позитивно. А, к сожалению, ну, такая атаковая человеческая психология, человек мотивирован значительно меньше. А второе, это то, что, ну, пользователя... Много пользователей не очень грамотно пишут, много пользователей пишут не очень правильно, и это вообще забивает ваш собственный контент. Поэтому, ну, я сторонник того, чтобы все-таки свою страницу вывели сами. Люди пусть пишут в комментариях на Фейсбуке и в обсуждениях во ВКонтакте. Вот, значит, прежде чем пойдем дальше, к следующему шагу это продвижение страниц. Опять-таки будем параллельно во ВКонтакте и на Фейсбуке рассматривать. Значит, есть еще один очень важный элемент. Это микроблок. Ну, мы подробно про него говорили на прошлом занятии. Как его ввести, как часто обновлять, что писать, в какое время и тому подобное. Сейчас хотел бы рассказать про Фейсбук еще один очень важный, вот в случае с микроблогом, момент. Очень часто бывает так... Кстати, поставьте, пожалуйста, плюс в чат плюс те, у кого есть страницы или группы на Фейсбук. Не личные профили, а страницы или группы. Поставьте, пожалуйста, плюс. Окей, хорошо. Ну, довольно-таки много. Так, да, довольно много. Поставьте, пожалуйста, единицу те, у кого в группе, ну, больше... Ну, или на странице больше хотя бы 200 подписчиков. Я понял. Ну, чуть меньше уже, да? Чуть меньше, но по счастью, это все поправимо. То есть во второй части сегодняшнего вебинара мы как раз будем говорить о продвижении. То есть как привлекать аудиторию. Вот, значит, вот что хотел бы, соответственно, сказать. Что, ну, вот в особенности те, у кого есть подписчики... 50 тысяч, Андрей, браво, вам аплодирую. Значит, те, у кого есть подписчики, наверняка сталкивались с тем, что у вас есть подписчики, вы публикуете какой-то контент, но далеко не все этот контент видят. То есть у вас там 500 подписчиков, вы публиковали пост, а его увидели там 70 человек. Скорее всего, вы с таким сталкивались. Вот, и это крайне неприятная особенность Facebook. И она есть, то есть, и есть такая, ну, то есть, закрепленная правилами вообще стороны Facebook. Значит, собственно, в Facebook у них есть такой алгоритм EdgeRank. Это алгоритм, который отбирает, кто и что увидит. То есть, когда вы публикуете пост, его увидят не все ваши подписчики, потому что Facebook может считать, что он не будет всем интересен. Для вас это, конечно, не очень приятно, по понятным причинам. Вы собирали аудиторию, и вы с ней работаете. Значит, так, Ирина, чуть позже отвечу. Вы с ней работаете, и, ну, в итоге, в итоге эффект снижается, поскольку не все ваши подписчики видят все ваши посты. Вот, почему так происходит, опять-таки, ну, предположим, что у человека, что человек, у человека там тысяча друзей и тысяча страниц, на которые он подписан. Если все их новости будут попадать в ленту новостей пользователя, он захлебнется в информации. Поэтому Facebook и ввел этот алгоритм EdgeRank, то есть, этот алгоритм, он отфильтровывает те, ну, то есть, он отфильтровывает, соответственно, посты, которые, по его мнению, могут быть неинтересны. Я сейчас не буду подробно вдаваться, как он это делает, приведу основные только критерии. То есть, Facebook ориентируется на опыт предыдущего взаимодействия. То есть, если раньше люди ставили лайки, комментарии, репосты, то теперь вот этому человеку, который ставил эти лайки, комментарии, репосты, ваш пост будет показываться намного чаще. Второй момент, это то, что как быстро пост набрал определенное количество лайков, репостов, то есть, вы опубликовали пост, как быстро его начали лайкать, републиковать. Чем быстрее, тем большее количество ленту новостей попадает ваш пост. Вот, значит, третье, что это за пост. То есть, скажем, видео, тексты, фото и так далее, они ранжируются по-разному. Вот, вот это три таких ключевых параметра, по которым определяется, кто будет видеть, кто нет. И я сейчас дам три рекомендации, выполняя которые, вы сможете повысить со стандартных 10-15% охвата аудитории. То есть, опубликовали пост, в среднем 10-15% его видят. До 40-60% опубликовали пост, больше половины его видят. Вот, что это за рекомендации? Первое, хотя бы два раза в неделю проводить, так называемый, ну, называется это призыв к действию, call to action. То есть, что это значит? Самый простой формат это опросы. То есть, мы, секунду, Ольга, мы на прошлом, ну, поясню все-таки, охват означает, сколько людей увидели ваш пост. У вас есть тысяча подписчиков, не все видят каждый ваш пост. Значит, значит, соответственно, после того, как, на прошлом занятии, точнее, я говорил о том, что периодически нужно проводить различные опросы, задавать людям вопросы, предлагать им написать свои варианты ответов в комментариях и так далее. Поставь лайк, если, напишите в комментариях, значит, опрос, там, в формате, как часто, как много вы пьете воды, там, каждый день, например. Ну, и так далее. То есть, какой-то вопрос, который соответствует теме вашей страницы, при этом, при этом, ну, при этом, то есть, он довольно простой, и у большинства людей есть на него ответ. Так вот, смысл в том, что каждый раз, когда кто-то оставляет ответ, ставит лайк или делает репост, теперь этому человеку мы будем, ну, долгое время, считается, где-то 50-60 дней, ну, по-разному. То есть, мы будем ему показываться. Вот. Это довольно-таки, ну, хороший способ повысить охват. Итак, первое, это 2-3 раза в неделю проводить вот эти, публиковать у себя вот эти посты call to action, опросы, ну, либо что-то еще. Вот. Второй шаг, который необходимо предпринять для каждого публикующегося поста, необходимо, необходимо обеспечить первый пул лайков за первое, там, небольшое время. Ну, методом проб и ошибок мы сформировали этот минимальное, ну, то есть, выяснили это минимальное количество лайков за время. То есть, раскрывая вам золотое сечение, это хотя бы 5 лайков за первые 10 минут после публикации. То есть, вы опубликовались, за первые 10 минут вам необходимо набрать 5 лайков. После этого Facebook считает ваше сообщество популярным и, вернее, этот пост популярным и раскидывает его в наибольшее количество лент новостей. Как этого достичь? Наиболее, ну, то есть, наиболее понятный, наиболее предсказуемый формат, это договориться с каким-то количеством своих друзей, знакомых, коллег, людей из вашей, ну, из вашей конкретной структуры. Договориться, чтобы они, ну, эти активные действия вам обеспечивали. Собственно, сколько, ну, то есть, сколько должно быть таких людей? Желательно хотя бы 15. Почему? Потому что, если одни и те же 5 человек всегда будут ставить 5 лайков на вашу страницу, ну, это сработают там определенные антинакруточные фильтры, это ни к чему хорошему тоже не приведет. Вот, поэтому есть подход, есть подход, когда, собственно, это, ну, когда этот фактор, он размывается, это хотя бы 15 человек, то есть, если они каждый раз в разных, и поставить их в разных наборах будут лайкать ваши посты, то, собственно, никакие там антинакруточные фильтры не сработают. И третья рекомендация, что сильно повысит охват, каждому посту добавляйте фото. Посты из фото попадают в наибольшее количество лент новостей из всех вариантов. Наименьше попадают посты с внешними ссылками на сайты и так далее. Поэтому, ну, без лишней надобности их, то есть, эти ссылки использовать не обязательно. Если все-таки их используете, добавляйте обязательно еще фотографии. Пусть будет ссылка плюс фотография. То есть, в этом случае, в этом случае охват будет максимальный. Так, ну, собственно, вот такие три рекомендации. И переходим к следующему шагу, который необходимо предпринять при работе над сообществами во Вконтакте и на Facebook. Это продвижение вашего сообщества. Вот, ну, собственно, здесь много есть разных своих факторов. Здесь много есть разных нюансов. И мы сейчас о них поговорим. Мы рассмотрим три основных инструмента продвижения во Вконтакте и на Facebook. Точнее, даже четыре. Четыре основных инструмента. Вот. Значит, один из них платный. Таргетированная реклама. Его мы будем рассматривать с точки зрения снижения максимального стоимости привлечения подписчика. Значит, остальные инструменты, они бесплатные. Ну, либо почти бесплатные. То есть, например, там в инвайтинге необходимо оплачивать сервис. Так, Лариса пишет, что что-то со связью. Пожалуйста, по десятибальной шкале оцените связь. Все-таки у кого, на чьей стороне проблема. Так, ну, похоже, все-таки проблема у вас. Так, почему... Так, сейчас отвечу на вопрос. Если есть вопросы, задавайте. Значит, в каком разделе Facebook лучше составлять группу? Есть в настройках бизнес, бренд, интернет, магазин, исполнитель. Что лучше взять в нововведениях Facebook? Благодарю за ответ. Ну, раздел не совсем понял вопрос. То есть, вы создаете опять-таки с личной страницы. Ну, с личного аккаунта. Значит, в настройках... Ну, в настройках лучше выбрать бизнес. Но, честно говоря, это не сильно много на что влияет. В нововведениях Facebook, ну... То есть, сложный вопрос, что подознается под нововведениями. Ну, все, что актуально на сегодняшний день, мы с вами рассматриваем. Так, как получить больше трафика на Facebook и об этом? Ну, вот сейчас начинаем разговор. Сначала про ВКонтакте. Ну, параллельно ВКонтакте и Facebook. Значит, так, дальше. Почему исчезают посты со страницы в Facebook и в ленте? Я вижу их только в разделе в статистике. Ну, не совсем понятный вопрос. То есть, с вашей страницы исчезают, либо с чужих страниц и вы их не видите. Вот. Ну, то есть, вообще такого быть не должно. То есть, с вашей страницы посты никуда деваться не должны. Чтобы дать рекламу ВКонтакте нужной IP, не обязательно. Можно оплачивать там карты, электронными деньгами, ну и так далее. С вашей. Ну, Алина, здесь нужно обратиться в саппорт. То есть, вообще такого быть не должно. Что вы публикуете пост и он исчезает, такого быть не должно. Значит, как добавить кнопку Call to Action. То есть, у вас, как у администратора, есть в настройках, выпадающем окне. Ну, то есть, на кавере у вас есть настройки, выпадающее окно, создать призыв к действию. Ну, то есть, Call to Action. Как в Facebook сделать и ссылку, и фото в одном посте. Там что-то одно дают поставить. Нет, ссылка будет, не будет превью, к сожалению. Ну, то есть, будет фотография, будет ссылка в тексте, в самом тексте. В превью не будет. Но, к сожалению, так. Про лайки в течение первых пяти минут только что читал в вашей книге. Очень пригодилось, спасибо. Ну, я старался. Хорошо, коллеги, вроде бы я на такой пул вопросов сной дал ответы. Давайте теперь поговорим о продвижении. Вот, во-первых, продвигаться нужно не начинать продвижение страниц, ну или группы. Нужно не в день создания этой группы, а в, то есть, ну, нужно, на самом деле, нужно создать изначальную, ну, изначальную какую-то активность на вашей, в вашей группе во ВКонтакте или на странице на Facebook. Значит, минимально, ну, то есть, первое, обязательно должно быть все оформлено, должно быть название, прикрепленный пост, ну, логотип во ВКонтакте, кавер на Facebook. Значит, вот, при этом, при этом, еще одно обязательное требование, это у вас должно быть хотя бы 10 постов в вашей ленте. То есть, перед тем, как начинать продвигать, вам нужно хотя бы 10, опубликовать хотя бы 10 постов. Секунду. Прошу прощения. Вот, значит, если будет меньше, то люди, которые будут заходить, они будут, ну, с низкой активностью, с низкой конверсией конвертироваться в подписчиков. То есть, людям, людям, все-таки нужен контент, людям нужно давать что-то, что будет, что будет им интересно. И 10 постов, это такое минимум наполнение группы, когда можно сказать, что, ну, да, в группе есть аудитория. Вот, значит, давайте рассмотрим последовательно несколько основных способов продвижения. Продвижение как во ВКонтакте, так и на Facebook. Первый способ продвижения, так называемая, таргетированная реклама. То есть, когда вы показываете определенное объявление определенным людям. Ну, во ВКонтакте вы видели, наверняка видели такой формат в левой колонке, то есть, под вашими сообщениями, друзьями и так далее. Там есть колонка, где обычно три, где обычно публикуются три объявления. Кликая на это объявление, ну, есть там способы, когда, есть подходы, когда пользователь попадает на внешний сайт. Мы сейчас рассматриваем все-таки продвижение вашей страницы, ну, или группы. Соответственно, пользователь попадает в вашу группу. Пользователь кликает по объявлению, попадает в вашу группу. То есть, такой способ продвижения группы. Вот, на Facebook аналогичная система, довольно-таки похожая. Есть ряд отличий, ключевое отличие, что, как и во ВКонтакте, то есть, есть формат объявления в правой, то есть, наверняка вы видели в правой колонке, значит, соответственно, в правой колонке публикуется это объявление. Другой формат, это формат поста, то есть, объявление может быть в виде поста. Сейчас, кстати, во ВКонтакте тоже этот формат начал появляться, но пока не очень эффективен. То есть, пока во ВКонтакте лучше классическую рекламу, на Facebook можно давать, можно давать пост. Значит, так, ну да, с Adblock в ВКонтакте объявлений нет, но Adblock стоит там у 1-2% пользователей. Так, потому что, возможно, в вашей ленте много событий, ваш пост сильно опускается, ну, такое есть. Значит, чтобы в Facebook была и картинка, и ссылка, сначала добавляете картинку, потом текст вставляете ссылку, но превью, превью ссылки, оно все равно, его не будет. Она, ну, будет сама в тексте, но красивого превью не будет. Значит, Абрама и Елена, рекламу не пропускают без медицинской лицензии или права на образование, сертификата на продукт недостаточно. Таргетированная реклама больше, в большей степени подходит на, подходит для таких, ну, нейтральных, как бы, тематик, ну, не тематик, а нейтрального позиционирования сообщества. Что там, вы эксперт, вы специалист для продуктовых, то есть, сообществ, где откровенно продуктовые какие-то предложения, да, то есть, с таргетированной рекламой вести довольно-таки сложно. Так, с каждому объявлению, так, каждое объявление создается по следующему шаблону, есть заголовок, есть описание, есть изображение. К изображению пара, есть пара требований, значит, первое, это оно не должно быть сильно детализированным, то есть, оно должно быть узнаваемым в таком миниатюре, в такой миниатюре. То есть, здесь, например, первое, там, лазерный пилинг лица, лицо однозначно узнаваемо, второе, довольно-таки сложно, то есть, оно уже сильно детализировано, много деталей, много элементов, то есть, когда вы смотрите по диагонали, непонятно. Третье, ну, видно, что какие-то флаги, а что там дальше, ну, не очень понятно. Четвертое, самолет, в принципе, узнаваем, пятое, говорящий зуб, жуткая пошлость, но все-таки тоже узнаваем, ну, и там, дальше уже продолжать не будут так же. Вот, второе, желательно, чтобы логотип был двух, максимум трехцветным, то есть, если это большая палитра цветов, то оно, ну, такое объявление тоже не будет узнаваемым, ну, то есть, не будет сцепляться взгляд за него. Лучше всего работает несколько типов, ну, лучше всего работает несколько типов вот этих изображений. Это фотография человека, то есть, портретная фотография пользователя, опять-таки, за него взгляд, за него взгляд цепляется. Значит, при этом, кстати, нельзя сейчас по правилам использовать селебрити, то есть, если вы размещаете там фотографию известного актера, скорее всего, не пройдет модерация, то есть, нужно его письменное подтверждение, ну, которого, скорее всего, там у вас нет. Значит, второе, что хорошо работает, это фотография денег, как бы это смешно ни звучало, по-прежнему, одно из наиболее кликабельных, как правило, изображений. Вот, третье, это идиллические картины, море, песок, океан, пальмы, но уже подходит не всегда, не везде, то есть, ну, если оно там соответствует как-то вашей тематике. Значит, если в заголовке объявления вы ставите вопросительный или восклицательный знак, это само по себе уже сильно увеличивает кликабельность, то есть, люди более активно кликают по подобным объявлениям. При этом, ну, при этом, значит, для нас важно, что чем более активно кликает наша целевая аудитория по этим объявлениям, тем ниже стоимость каждого клика. Поэтому, чем более интересные объявления и соответствующие определенным правилам мы создаем, тем меньше мы тратим на рекламу. Я повторю, кстати, что первый инструмент, таргетированная реклама, он платный, он хорошо подходит, например, для того, чтобы собрать там первые 100-200 человек. Три последующих инструмента, это продвижение в поиске, анонсирование контента и инвайтинг, они бесплатные. Вот, но с ними сложнее работать на нулевых сообществах, на нулевых, в нулевых группах. Вот, значит, итак, если в заголовок вы добавляете вопросительный и восклицательный знак, ну, кликабельность увеличивается, стоимость снижается. Дальше, следующий момент, это шаблоны. То есть, существуют шаблоны объявлений, создавая объявления, по которым вы получаете наименьшую стоимость каждого клипа. Ирина, ну, всему свое время. Инвайтинг, это будет отдельный блог сейчас в этом занятии, о котором я расскажу. Вот, значит, соответственно, есть ряд шаблонов максимально эффективных. Первый, по решаемой задаче, то есть, ключевая задача, которую наша аудитория ставит перед собой. То есть, например, ну, здесь-то вот пример во втором углу, во втором ряду предпоследней, предпоследнее объявление, покупайте билеты выгодно. То есть, ну, типичная задача, там, какой-то определенной аудитории. У вас-то может быть, там, живите с высоким тонусом, лучше, там, себя чувствуйте, пейте воду правильно, ну, и так далее. То есть, ну, некая задача, которая есть у нашей аудитории. Вот, там, делаем маникюр дома, например, здесь еще. Второй формат, это по решаемой проблеме. То есть, когда в заголовке вы озвучиваете определенную проблему. Ну, питаешься неправильно, там, мало энергии, ну, и тому подобное. То есть, некая проблема, которая типична для вашей аудитории, которую ваша, ваш продукт позволяет, ну, ваш вообще взаимодействие с вами позволяет закрывать. Третье, по конкретному сегменту аудитории. То есть, если вы, например, считаете, что ваша аудитория, там, молодые мамы или спортсмены, то, опять-таки, об этом можно писать в заголовке. Там, занимайтесь спортом, в самом объявлении, там, продолжение. Занимайтесь спортом, вам будет интересно. Значит, четвертое, четвертое, это по, значит, четвертое, это уже по, просто название, вот, ниши, там, например, лазерный пилинг лица. Ну, в вашем случае, там, правильное питание, здоровый образ жизни, там, ну, и так далее. То есть, просто описываете нишу. Вот, дальше, после того, как вы создали объявление, к объявлению, ну, здесь вот ограничение, 25 символов заголовок, 60 символов описания, к объявлению вы можете добавлять, собственно, конкретный таргетинг. То есть, что такое таргетинг, ну, в данном контексте, это кому будет показываться ваше объявление. Параметры, характеристики вашей целевой аудитории. Вот, значит, здесь есть несколько основных параметров. Первое, это страна, то есть, показывать, например, там, жителям России. Дальше, города, регионы, за исключением. То есть, если, скажем, вас не интересуют какие-то регионы, можно их исключать. Пол, возраст, если у вас, если для вас это важно. То есть, все это необязательно. Дни рождения. То есть, опять-таки, если вы показываете, то есть, есть такой подход, поздравительные объявления. Вы показываете людям, у которых сегодня, завтра или в течение недели день рождения. Показываете им объявления в формате «поздравляем вас», там, для вас подарок. Например, человек приходит в сообщество, и подарок – это его, ну, консультация ему, личная какая-то консультация. То есть, ну, хорошо тоже подходит для привлечения аудитории. Интересы, то есть, здесь может таргетироваться по тому, что человек указал, там, в своих интересах во ВКонтакте. Скажем, ну, опять-таки, во ВКонтакте это, может быть, здоровый образ жизни, спорт, здоровое питание, ну, и тому подобное. То есть, полезный. Сейчас мы говорим пока про ВКонтакте, Ирина. Значит, то есть, ну, некие характеристики интересов вашей аудитории. Значит, дальше это могут быть сообщества. То есть, можно показывать рекламу людям, которые состоят в сообществах, ну, либо ваших конкурентов, либо ваших единомышленников. То есть, опять-таки, ну, то есть, люди, которые состоят в сообществах, там, здорового питания, которые состоят, опять-таки, в сообществах конкурентов и так далее. Так, дальше, вот, ну, есть еще ряд параметров таргетирования, сейчас подробно в них уже вдаваться не буду, образование, должность, ну, это уже реже используется для MLM тематики, сбоку всегда показывается, сколько такой аудитории всего есть, ну, то есть, рекомендуемая цена, то есть, сколько может стоить, стоит целевой действие, там, в частности, например, клик. Значит, вот, вы выбираете свою аудиторию, он показывает вам, сколько будет стоить клик. По умолчанию, то есть, на старте кампании, как правило, цена довольно-таки высока, значит, средняя стоимость, ну, то есть, стоимость зависит от того, кому вы показываете, насколько глубоко таргетируете аудиторию, стоимость зависит от, значит, того, сколько других рекламодателей показывается на эту же аудиторию, То есть, например, московская аудитория обычно стоит дороже, чем не московская, потому что на нее показывается больше рекламодателей. Вот, и на старте цена довольно-таки высока, то есть средняя стоимость клика, перехода будет составлять порядка, наверное, 20-25 рублей, при этом только порядка 25% всех, кто перейдет, вступит в ваше сообщество. То есть, по умолчанию цена подписчика в этом случае будет очень высокая, порядка 80-100 рублей. Но, по счастью, есть специальные методики, которые позволяют сильно снизить эту стоимость, доводя ее примерно до 5-8 рублей за подписчика. Вот, расскажу про эти методы, это, собственно, ключевое, расскажу про эти методы, которые позволяют очень сильно снизить, опять-таки, стоимость каждого подписчика. Первый метод это тестировать разные объявления, то есть в идеале на старте вы создаете набор разных объявлений, значит, вы создаете в идеале вообще порядка 10 разных объявлений с разными изображениями, с разными заголовками, с разными текстами и так далее. И все их запускаете, они запускаются параллельно. Вы можете, кстати, ставить ограничения бюджета, ну, чтобы не потратить случайно много денег. Я рекомендую там поставить, скажем, ограничения для первых дней, там, 1000 рублей в день. Вот, и через 2 дня вы смотрите в статистике, то есть есть специальная страница, там, статистика объявлений, в которых, в которой видно, какие из этих объявлений наиболее кликабельны. То есть там есть такой показатель, сейчас его напишу в чате, показатель CTR. Показатель CTR, вот, значит, у каждого объявления он свой. Что это за показатель? Это показатель кликабельности, то есть насколько пользователям было интересно это объявление, насколько активно они на него кликали. То есть чем выше CTR, тем ниже стоимость каждого клика. Поэтому вам нужно выбрать те объявления, которые, то есть CTR, которых максимальный. То есть из вот этих 10, там, объявлений вы выбираете 2-3. 2-3 объявления с максимальным CTR. Повторю, что у них будет наименьшая стоимость привлеченного пользователя. Вот, то есть первое, вы проводите такой мини-тест. Запустили 10 объявлений, в течение 2 дней они идут. Вот, дальше в статистике выбираете те объявления, у которых максимальный CTR, 2-3. И дальше работаете с ним. То есть вы провели такой мини-тест. Сразу скажу, что деньги эти, естественно, не ушли в никуда. Все эти пользователи шли на вашу страницу, то есть подписывались на страницу. Но вы выбрали наиболее оптимальные объявления. Вот, это позволяет, ну, не буду сейчас даваться там глубокую техническую специфику. Поэтому, меняя раз в неделю, вы постоянно удерживаете CTR максимальным. Кстати, можете вот эти 2-3 объявления менять по очереди друг с другом. Неделю одно, неделю другое, неделю третью, потом заново. Менять, кстати, не обязательно все объявления. Вы можете менять только изображение. Примелькивается изображение. То есть, когда пользователь уже видел это объявление, один раз на него не кликнул, скорее всего, он не кликнет и второй раз. Вот, значит, дальше. Третий метод, значит, соответственно, третий метод снижения стоимости следующий. То есть, во ВКонтакте есть формат оплаты по кликам, есть формат оплаты по показам. Вот, значит, так вот, по умолчанию выбирайте по кликам. Но, сейчас, ну, вот здесь есть ряд технических моментов, поэтому ничего страшного, если сразу вы их не воспримете. После этого послушайте, ну, то есть, в записи обязательно послушайте этот блок еще раз. Там, со второго раза вы их воспримете. То есть, ну, некоторые вещи могут сразу, сразу у вас не уложиться. Если вдруг не уложится со второго раза, напишите, ну, то есть, напишите свой вопрос, мы на него обязательно ответим. Так, Алексей, менее 1%. Да, статистика людей, блокирующих рекламу. Так вот, возвращаюсь. Третий способ оптимизации, снижения стоимости. То есть, если объявление, у каких-то объявлений CTR больше 0,1%. Секунду, напишу это в чате. То есть, опять-таки, в статистике вы смотрите CTR объявления и видите, что у него CTR больше 0,1%. Значит, нужно переводить это объявление в оплату, то есть, выбирать оплату уже не по кликам, а по показам. Значит, в этом случае гарантированно стоимость каждого подписчика будет ниже, чем в случае с оплатой по кликам. Вот, еще раз повторю, что если, ну, сразу как-то это там не улеглось в голове, что такое CTR, где его смотреть, что такое оплата по кликам по показам, ничего страшного, просто прослушайте еще раз потом вебинар. То есть, вот в нашем курсе вопросы, касающиеся рекламы, они, как правило, самые специфические, самые такие технические. Следующий момент, то есть, получается такой четвертый способ снижения стоимости, это максимальная индивидуализация заголовка объявления. То есть, опять-таки, у вас, скорее всего, есть разные сегменты аудитории, то есть, вы, например, работаете с сегментом из разных городов, с разными возрастными сегментами, возможно, с разными сегментами по интересам, отдельно выделяете интересы, здоровый образ жизни, отдельно спорт, здоровое питание. Так вот, старайтесь индивидуализировать заголовок объявления под этот сегмент, то есть, если это, скажем, сегмент людей, которые указали в интересах здорового образа жизни, напишите, попробуйте объявление формата с заголовками, там, нравится ЗОЖ, за здоровый образ жизни и так далее, вот, если это аудитория людей, спортсменов, собственно, так и напишите. Вы спортсмен, занимаетесь спортом и так далее, то есть, когда человек себя узнает в заголовке, он с высокой вероятностью обращает внимание и кликает. Опять-таки, напомню еще раз, что чем более кликабельно наше объявление, чем, то есть, на тысячу показов, условно, больше будет кликов, тем ниже будет стоимость каждого клика. Вот с помощью этих методов вы можете доводить стоимость, там, до, ну, опять-таки, до 5-7 рублей за вступившего. Таргетированная реклама очень хорошо подходит как раз для набора первого пула, первого пула аудитории, то есть, почему я, ну, вот, вроде мы говорим, говорили вначале о преимуществе, том, что преимущественно нужно продвигаться бесплатно, почему я сразу же привожу платный формат продвижения, потому что первый пул пользователей, там, 100-150 человек, очень сложно набрать бесплатно, то есть, их, как правило, желательно набирать платными инструментами, ну, в частности, например, вот этим. Вот, еще один способ снижения стоимости подписчика через таргетированную рекламу, он тоже работает как во ВКонтакте, так и на Фейсбук, это так называемая система ретаргетинга. Ну, вкратце про нее расскажу, ну, вкратце, но именно вот в формате, как ее использовать. Что это такое, для чего она нужна и почему дает возможность снижать стоимость. Такая надстройка к таргетированной рекламе, то есть, если вы посмотрите, вот, ну, стандартный таргетинг, здесь есть показатель группы ретаргетинга. Что это такое? Ну, если совсем упрощенно, то ретаргетинг это такая адаптация рекламного послания, значит, адаптация рекламного послания под опыт предыдущего взаимодействия с вами. Тоже в абстракции не очень хорошо, понятно, поэтому такой маленький пример, скажем, вы заказываете, вы хотите куда-то поехать, заказываете на Booking.com, не заказываете, а заходите на страницу отеля на Booking.com и смотрите какой-то отель, не выбираете его, уходите и теперь этот отель начинает вас везде преследовать. То есть, вам везде показывают рекламу этого отеля. Это и есть ретаргетинг, то есть, адаптация под опыт предыдущего взаимодействия. Как она реализуется? Эта механика есть во Вконтакте, эта механика есть на Facebook, реализуется она следующим образом. То есть, вы заходите в рекламный кабинет, здесь есть раздел ретаргетинг, вы переходите в этот раздел и в этом разделе, собственно, есть два способа вот такого ретаргетинга. Первый, так называемый, загрузка базы. Предположим, у вас есть база людей, это могут быть e-mail, либо телефоны, которые как-то с вами взаимодействовали. Возможно, где-то регистрировались, возможно, где-то оставляли на каких-то мероприятиях свои контакты, ну и так далее. То есть, как-то с вами взаимодействовали, где-то оставили свои данные, оставили свои контакты. Опять-таки, на мероприятиях, посещали ваши оффлайн мероприятия, были на вебинарах и так далее. У вас есть их либо e-mail, либо телефоны. Вы загружаете эти файлы в обычный .txt файл, ну, файл блокнота на Windows. Вот, загружаете их сюда, ну, вот в эту форму, которую вы сейчас видите на скриншоте. Вот, теперь под эту базу вы можете показывать конкретные индивидуализированные объявления. Значит, то есть, например, объявления были на вебинаре, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе расписания, ну, условно. Значит, интересует, ну, там, опять-таки, ЗОЖ, например, если это было мероприятие, посвященное, там, здоровому образу жизни, подписывайтесь на страницу. То есть, это контакт с людьми, которые вас уже знают. В идеале, в особенности, если это было мероприятие с вашим участием, участием как персоной конкретной, то в идеале в объявлении, в фотографии этого объявления, ну, нужно указать, ну, нужно ставить, там, свою фотографию. Вот, значит, то есть, таким образом вы создаете группу ретаргетинга, группу ретаргетинга с конкретным, ну, с конкретным названием, например, посетительные мероприятия, люди зарегистрировавшиеся на сайте, ну, и так далее. И дальше, вот, в таргетировании указываете эту группу ретаргетинга, ну, вот, в данном поле. Опять-таки, указываете, что это объявление показывается, ну, вот, людям, которые были на мероприятии, например. Вот, второй формат ретаргетинга, установка кода на сайт, то есть, ну, он имеет смысл только в том случае, если у вас есть сайт, свой сайт, значит, с пощаемостью, ну, там, хотя бы где-то, вот, 50 человек в сутки. Вот, в этом случае вы устанавливаете этот код на свой сайт, здесь вводите ссылку на сайт, устанавливаете этот код. Вот, и теперь каждый раз, когда пользователь, то есть, пользователь побывал на вашем сайте, ему закидывается, ну, не буду сейчас технически опять-таки данные, то есть, пользователь был на определенной странице вашего сайта, например, посвященный, там, вот, предложению о сотрудничестве. Теперь, когда он перешел во Вконтакте или на Фейсбук, на Фейсбук это работает аналогично, ему показывается это, то есть, ему показывается определенное объявление. Там, интересно бизнес-сотрудничество, интересуетесь, опять-таки, там, здоровым образом жизни и так далее. То есть, ну, некое, привязанное, по теме, привязанное к тому, к той странице, которую посещал на вашем сайте объявление. То есть, вы ему показываете конкретное объявление. В итоге, вот это позволяет снижать до минимума стоимость. То есть, человек с вами уже как-то взаимодействовал, вы заново с ним контактируете, и стоимость подписчика в этом случае может, там, падать до трех, ну, скажем, до трех рублей. Вот, собственно, это первый способ продвижения. Второй способ продвижения, это, ну, то есть, он называется промо-посев, ну, чаще он называется анонсирование в популярных сообществах. Что собой представляет? На сегодняшний день во Вконтакте, только во Вконтакте, порядка 50 миллионов сообществ. Вот, значит, понятно, что, ну, большинство из них, там, мертвы, но есть сотни тысяч живых сообществ по самым разным темам. И далеко не все из них используются коммерчески. То есть, есть много сообществ, например, людей, которые искренне увлекаются, там, здоровым питанием, искренне, ну, искренне этим интересуются, и, то есть, эту информацию публикуют. То есть, человек просто этим интересовался, создал свое сообщество, и оно не принадлежит никакой компании, не используется коммерчески. Это первый вариант. Второй вариант, что человек создал сообщество и продает в нем рекламу. Привел туда целевую аудиторию, продает в нем рекламу. Вот, мы можем использовать подобные сообщества для своего продвижения. Как это сделать? Ну, во-первых, есть финансовый формат, то есть, можно покупать там рекламу. Здесь много, там, нюансов, ну, есть, не буду сейчас на них даваться, мы будем использовать все-таки это как бесплатный вариант. Ну, вот в платном формате есть, например, там, биржа Sashade, где вы выбираете сообщество, здесь есть цена, публикуете там пост, анонсирующий ваш, ну, вашу страницу, вашу персону, вашу деятельность и так далее. Вот, нам интересен здесь все-таки бесплатный формат взаимодействия, и он тоже здесь есть. Работает следующим образом. То есть, вы выбираете сообщество, в котором, как вы считаете, есть ваша целевая аудитория. Как это сделать? Давайте разберем для начала, ну, для начала разберем параметры, по которым вот этот отбор происходит. Значит, есть несколько требований к таким сообществам. Первая, естественно, тематика. То есть, важно, чтобы эта тема, она, ну, то есть, важно, чтобы это было сообщество, близкое к вам теме. Это может быть, там, тема здоровья, это может быть тема здорового питания, это может быть тема эффективной жизни, это может быть тема, там, тайм-менеджмента, это может быть тема бизнеса и так далее. То есть, некая тема, в которой, ну, вот, ваш посыл будет уместен. Значит второе, желательно работать с сообществами от 10 тысяч подписчиков, то есть если сообщество меньше, в большинстве случаев оно, то есть такое сообщество еще не набрало какого-то минимума, которое необходимо, то есть в большинстве случаев в этом сообществе еще нет нужной вам аудитории. Исключения, кстати, такие глубоко профильные сообщества, ну там не знаю, там сыроеды Новосибирска, очень нишевое сообщество, скорее всего в Новосибирске, там не факт, что вообще 10 тысяч сыроедов есть, ну и в сообществе его явно не будет, но зато это такая целевая аудитория, ну вот в таких исключениях можно. Если более широкие, без привязки географии или к там глубокой ниши, то вот от 10 тысяч. Дальше еще одно требование, высокая активность, ну то есть важно, чтобы к постам оставлялись комментарии, важно, чтобы постам оставлялись лайки, делались репосты. Вообще есть специальная формула, по которой это можно рассчитать. Ну есть так называемый, забегая вперед просто сейчас упомяну, engagement rate, то есть это показатель, усредненный показатель активности в сообществе. То есть сколько, ваша ниша, отлично, сколько активна аудитория в данном сообществе. Я не буду сейчас ее приводить, поскольку у нас будет отдельное занятие анализ эффективности, там будем рассматривать формулу, по которой этот показатель рассчитывается. Сегодня и так много было технической информации, не буду вас этим сейчас еще грузить. Ну то есть забегая вперед, можно это оценить конкретно, то есть вы заходите в сообщество, смотрите несколько постов, по этой формуле рассчитываете engagement rate и понимаете нормальный он, низкий или высокий. Вот, если нормальный или высокий, размещаетесь в этом сообществе, как об этом сейчас будем отдельно. Если низкий, ну соответственно идете дальше. Вот, но об этом мы поговорим на отдельном занятии, пока можно просто, ну вот условно посмотреть, есть ли лайки под постами, есть ли комментарии под постами или нет. Вот, вот по этим параметрам вы выбираете сообщество, то есть сообщество должно быть по вашей теме от 10 тысяч подписчиков и с активностью. Значит, дальше, то есть если вы, ну то есть если бы мы говорили о платном продвижении, то платно, платно, соответственно, следующим образом, вы пишете анонсирующий пост, такой, ну вот например, как на данном скриншоте, пост, который анонсирует ваше конкретное сообщество, его публикуете. Но я рекомендую другой формат, то есть бесплатный формат, это предложить новость. Значит, что это значит, то есть вы выбираете, скажем, сообщество по здоровому питанию. Пишите интересный пост по этой теме, значит, то есть пост посвященный там здоровому питанию, посвященному конкретному аспекту, например, тому, как пить воду. Ну или вот Елена, вы можете про сыроедов, особенности сыроедения и так далее, ну некий контентный пост. Он может, ну вот мы рассматривали на прошлом занятии в разной категории, то есть он может быть из тех категорий мастер-классом, он может быть подборкой, подборкой, ну пожалуй, самый лучший формат. Он может быть статьей, ну в среднем там 300-2000 символов, в зависимости от категории. Вот, важный момент, что он ни капли не содержит вообще никакой промо-информации. Промо-посты бесплатно для анонсирования не берут, то есть там не нужно анонсировать продукт, не нужно сильно пиарить себя и так далее. Ключевой момент, что вы предлагаете этот пост для публикации и здесь есть два промо-элемента. Первое, ваш аккаунт будет в подписи, то есть, ну, пост, когда вы его предложили, ну, есть кнопка предложить новость. Вы ее кликнули, предложили и когда администратор одобрил и публикация состоялась, есть в подписи ваше имя, фамилия и ссылка на ваш аккаунт. А второе, вот это основное, вот для этого все и затевается, к таким постам нужно делать приписку. То есть, по скрипту, понравился пост, подписывайтесь на страницу и ссылка на вашу страницу, ну, то есть, в случае с ВКонтакте группу, в случае с Фейсбук страницу. Это, кстати, ну, такой, ну, вот в этом формате он к методу для ВКонтакте подходит, а в Фейсбуке, ну, чуть позже мы его вариацию тоже разберем. Итак, вы пишете, хорошо, значит, ну, то есть, вы пишете в таком формате и предлагаете новость. Вот, в итоге, то есть, опять-таки, еще раз повторю, там в подписи написано, понравился пост, подписывайтесь на страницу, ссылка на вашу группу. Вот, значит, в результате, в среднем, по статистике, 25% людей, 25%, точнее, сообществ из тех, которые вы попробуете разместить этот пост, опубликуют этот пост. Вот, то есть, если вы добавите в 20 сообществ, опубликуют 5, два запрета, чего не должно, вернее, два момента важных. Первое, не должно быть, опять-таки, промо-контента, то есть, если вы начинаете упоминать активно, слишком активно там свой продукт, самого себя и так далее, его не примут для бесплатной публикации. Второй момент, тема должна быть адаптирована под это сообщество. То есть, это не значит, что для каждого сообщества вы должны написать отдельный текст, но их разбить, вообще, сообщество разбить по темам. Скажем, для здорового питания, текст, посвященный здоровому питанию, для косметики, уходу за собой, соответствующий, по уходу за домом, соответствующий, по личной эффективности, соответствующий, бизнес, соответствующий. Опять-таки, с одним и тем же, с одним и тем же, ну, с одним и тем же, не стоит везде ходить. Так, админ может пропустить такой пост с подпиской на мою страницу, со ссылкой, не с подпиской, со ссылкой, значит, опять-таки, 25% в среднем, и вот эта приписка должна быть в самом конце, и не должно быть другого промо-элемента. Вот, ну, при соблюдении этих трех правил, 25% пропускают такой пост. Кстати, ну, если вообще никакого промо-элемента нет, то пропускают порядка 70%, и при условии, что это интересный пост, нет промо-элемента, то 70%, со ссылкой 25%. Вот, значит, ну, вот такой, вот такой еще один инструмент. Еще один инструмент, который мы разберем, значит, это продвижение через поиск. Вот, ну, забегая вперед, скажу, что мы разберем этот инструмент, значит, и, ну, вот сегодняшнюю тему, как бы, закончим мы ее в начале следующего, следующего вебинара, следующего занятия, чтобы вас уже сильно не перегружать, в начале следующего занятия мы разберем еще инвайтинг, и, там, ну, определенный еще один инструмент продвижения для Фейсбука. Вот, сейчас давайте разберем поиск, продвижение через поиск, и после этого перейдем к ответам на вопросы. Итак, поиск, собственно, актуальный формат и для ВКонтакте, и для Фейсбук, ну, актуальный инструмент для ВКонтакте чуть больше, чем для Фейсбук, но, тем не менее. Очень хороший инструмент, что он собой представляет продвижение вашего сообщества в поиске, причем как во внутреннем поиске, то есть внутренний поиск ВКонтакте, так и во внешнем поиске, поиске Яндекс и Гугл. Значит, ну, в принципе, понятно, да, что это, когда человек набирает определенный запрос, там, в Яндекс, Гугл или во ВКонтакте, на Фейсбуке, кстати, внутренний поиск, ну, можно его, там, не брать в расчет, те, кто пользовался, когда-нибудь им поймут, но он не дает, в общем, хорошего трафика. Так вот, человек набирает определенный запрос, опять-таки, там, здоровый образ жизни, тонус, личная эффективность, там, личный заработок и так далее, в разных, в разных, да, Наталья, ну, собственно, я постараюсь сделать максимально насыщенными вебинарами, вебинары, давать много информации, ее, правда, иногда сложно сразу воспринять, поэтому в большинстве случаев лучше смотреть 2-3 раза. Вот, значит, соответственно, человек набирает определенный запрос в поисковике и получает в выдаче ссылку на ваше сообщество. Вот, во внутреннем поисковике ВКонтакте, либо во внешнем Яндекс и Гугл. Существуют специальные механики, как сделать так, чтобы ваше сообщество, чтобы ваше сообщество было на верхних позициях по этим запросам. Но, обратите внимание, здесь статистика по конкретному, ну, сообществу, который мы введем, значит, у них посещаемо что-то в районе 3000 человек в день, из них 54% приходят из поиска, из поисковиков Яндекса и Гугла. Вот, значит, есть несколько основных способов, как попасть по ключевым запросам в топ. Первый момент – подобрать порядка 30 ключевых запросов, то есть ключевых запросов, по которым вы хотели бы находиться. Опять-таки, с помощью, ну, я уже давал сегодня эту ссылку, и вот ее, кстати, можно увидеть там в верхнем левом углу под моим видео, wordstat.yandex.ru, с его помощью вы можете подобрать ключевые запросы. Что это могут быть за запросы? Ну, некая ниша, то есть, например, там, здоровое питание плюс, скажем, город, либо плюс какой-то там дескриптор, здоровое питание, там, не знаю, беременных, ну и так далее. То есть, выбирайте те запросы, которые подходят вам. С помощью этого сервиса можно не только посмотреть, ну, вот, укладывается ли он в этот диапазон, о котором я сказал, да, там, от 100 запросов и так далее, но этот сервис дает еще и рекомендации. То есть, он рекомендует, что еще спрашивают с этим запросом. То есть, ну, условно, там, вы вводите здоровое питание, он показывает, что с этим еще, там, вводят, спрашивают диету, спрашивают, ну, не знаю, что-то мне сразу фантазии не хватает, ну, вводит там нотариальные услуги, он дает еще там составление завещания или юридической консультации. Вот, то есть, он дает рекомендации, что еще можно использовать. В итоге, вы берете порядка 30 этих запросов. Вам нужно собрать, ну, вообще это называется семантическое ядро, то есть, вы собираете порядка 30 ключевых запросов. Вот, дальше, дальше эти запросы вы используете в следующих местах, в следующих, ну, элементах. Первое, название сообщества. То есть, в названии сообщества вы интегрируете, вы интегрируете, собственно, эти, ну, один, максимум два ключевых запроса. Больше точно не получится, и, как я уже сказал, что, возможно, и этого не получится. Ну, то есть, не всегда, не всегда по контексту это может подойти. Ну, то есть, если у вас получится, это хорошо. То есть, хотя бы один ключевой запрос названия. Второй элемент, это посты. В каждом посте, который вы публикуете, крайне желательно использовать от одного до четырех ключевых запросов. Несколько моментов. Первое, опять-таки, это не должно превращаться, вот, там, сотовые телефоны, Москва, дешево купить, мобильные, ну, и так далее. То есть, это какой-то перечень просто ключевых запросов, просто в контексте. То есть, когда вы пишете пост, в контексте имеет смысл эти запросы использовать. Вот, значит, ну, с... То есть, вы пишете текст про здоровое питание и внедряете туда, ну, подходящие по смыслу и так далее, эти запросы. Вот, в каждом, там, от одного до четырех. Второй момент. Их можно использовать в любом склонении, в любом падеже, в любом числительном, ну, и так далее. То есть, как угодно. Главное, чтобы они там присутствовали. Опять-таки, между ними можно вставлять другие какие-то элементы. Скажем, там, не знаю, опять-таки, здоровое питание, там, здоровое и свежее питание. Ну, то есть, аналогично. Третье, это, опять-таки, хэштеги. Ну, вот Андрей как раз... Нет, я сейчас, Виктория и Андрей, и Ирина, вы как все синхронно об этом подумали. Я сейчас говорил о тексте поста. Значит, что в посте просто вы вставляете подходящие по контексту слова в сам текст, просто в сам текст. То есть, вы писали о том, что, там, не знаю, максимально важно, максимально важно, там, делать что-то и соблюдать режим здорового питания. Ну, я условно, опять-таки, привел. Значит, то есть, вы берете из этих 30, от 1 до 4 и их интегрируете. Значит, заголовок, название группы, ну, заголовка у поста как такого нет, а тот, ну, который есть, он не воспринимается, ну, то есть, тот, который вы можете просто поставить заголовок, он не воспринимается поисковиками как что-то отдельное, ну, соответственно, просто в текст. Дополнительно в хэштеги, то есть, вы можете интегрировать, если кто-то не знает, хэштеги это такой дескриптор, который пишется после поста, ну, то есть, либо внутри поста. То есть вы написали, например, опять-таки пост про здоровое питание, поставили хэштег здоровое питание, написали про воду, поставили хэштег вода, здоровое питание, здоровый образ жизни и так далее. То есть это некий дескриптор, который рассказывает о чем вообще этот пост. Ну у него там есть разные способы использования, мы вот в начале следующего вебинара как раз, когда будем говорить о еще одном способе продвижения Facebook, об этом поговорим. Сейчас важно то, что если вы отдельно в конце поста ставите в виде хэштегов ключевые вот эти запросы, это тоже очень с высоким приоритетом индексируется поисковиками. То есть вы написали, то есть как это делается, приведу пример в чат, скажем хэштег, так секунду, одну секунду, переключу язык. Хэштег здоровое питание. Да, ну Андрей правый, кстати, вот вы здесь запустили ошибку, их нужно через пробел. Значит, но в целом правильно. То есть именно через пробел они воспринимаются правильно поисковиками. Еще один важный момент, что непосредственно для продвижения в поиске, если это хэштег из двух ключевых запросов, их нужно разделять нижним подчеркиванием. Только в этом случае поисковики будут воспринимать это как два разных слова. Иначе они будут здоровое питание, ну то есть как одно слово и эффекта, естественно, в этом случае не будет. Лучше делать хэштег бренд вполне, то есть к каждому посту вы можете добавлять хэштег с названием, ну вот имени, фамилии или компании. Ну тоже для поисковика, то есть если это делается для поисковика, желательно разделять нижним подчеркиванием. Дальше еще один параметр, по которым определяется позиция сообщества в результатах поиска, это активность на вашей странице. То есть чем больше у вас будет лайков, комментариев и постов, тем выше вы будете в результатах поиска. Поэтому два момента. Первое, крайне желательно, как я уже говорил ранее, хотя бы два раза в неделю. Нет, никак выделять не нужно, Людмила. Просто в тексте, наоборот, никак не выделять. Хэштег, кстати, не сказал, хэштеги желательно ставить в конце и желательно их там, ну не больше. Ну считается приличным где-то до восьми, ну до десяти это уже с большой натяжкой. Больше уже считается не очень приличным, аудитории может не нравиться и в принципе теоретически даже поисковики могут воспринять это как поисковый спам. Вот, значит, возвращаясь к активности, два-три раза в неделю нужно проводить так называемый call to action. То есть либо опросы, то есть люди задают вопросы, вернее вы задаете людям вопросы, либо они на них отвечают. Во Вконтакте это можно делать встроенной механикой, то есть есть непосредственно возможность провести опрос, что варианты ответа, и люди отвечают. На Фейсбуке открыт, то есть это должен быть открытый опрос. То есть вы задали вопрос, скажем, как часто вы, как много вы пьете воды. И дальше варианты ответа, там первое до литра, второе там литр два, ну и так далее. Значит, люди в комментариях пишут номер этого ответа. Вот, это первое, что дает хорошую активность. Второе, это конкурсы, то есть проведение конкурсов. Но о конкурсах мы поговорим отдельно. Значит, конкурсы очень хорошо расшевеливают аудиторию, но к ним есть там ряд требований. И с технической точки зрения, и с маркетинговой, и с контентной, и с точки зрения призов и так далее. Большая отдельная тема, множество точек, где можно спротыкнуться и не получить никакого эффекта от конкурса, поэтому об этом поговорим отдельно. Вот, чем больше будет активности, то есть лайков, комментариев, репостов, ответов в вопросах на вашей странице, тем выше вы будете в результатах поиска. Как во внутреннем, так и во внешнем. Вот, ну, друзья, собственно, это то, что я хотел рассказать сегодня. У нас сегодня две большие темы, две насыщенные темы, поэтому я все-таки не стал вас, ну, что называется, добивать. Инвайтинг очень тоже такой специфический и насыщенный технической информацией тема. Мы ее закончим в конце следующего занятия. Вот, но в целом вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, я буду очень рад ответить. Еще раз повторю, что, ну, изначально, то есть мы договорились, ну, во-первых, я договорился, что называется, своей совесть, во-вторых, это то, о чем мы говорили с Коралл Клаб, что мы, ну, то есть, эта серия вебинаров полностью практичная. Поэтому уж извините, что я вас периодически не жалею, что даю много вот специфической такой, ну, насыщенно даю эту информацию. Моя задача дать вам как можно больше этой информации. Я думаю, если бы я лил воду, никому бы от этого легче не стало. Вот, поэтому, к чему я это все говорю? Говорю я это к тому, что рекомендую послушать еще один-два раза запись вебинара. Это намного, ну, то есть, у вас многие вещи после этого уложатся, уложатся там более эффективно. Как называется ваша книга? Неснежное название маркетинг в социальных сетях. Еще лучше делать сразу? Да, да, абсолютно точно. Вот, кстати, ну, по итогам нашего курса важный момент, что я подготовлю также большой-большой пошаговый чек-лист, что в каких сетях нужно делать и свод правил, то есть, что желательно делать, чего делать нежелательно. Так, ну, я вижу, что все-таки вопросов много, как минимум много нет. Так, ну, есть какие-то вопросы, давайте я отвечу. На Facebook, ВКонтакте можно как-то узнать, какая у меня статистическая по лайкам и постам, насколько мои посты видят другие, да, если у вас страница или группа. Для личного профиля, к сожалению, нет. Запись вебинара, безусловно, будет. Угу. Угу. Окей. Ну что же, друзья, тогда на этом я с вами прощаюсь. Еще раз большое спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...